Здарова народ, Готика, Сократ, все новости недели, которые только были со всех источников, Reddit, 4chan, контакты и так далее, и так далее, именно в этом выпуске. Мы узнаем про крупное обновление, которое выйдет скоро, что происходит с Rockstar, в целом погнали! Воин света, воины добра! Ну и по традиции начнем с онлайна, как и на прошлой неделе, игра стремительно вымирает, люди из нее выходят, а собственно почему? Да потому что, как правило, нечего делать, мы же со своей стороны предлагаем какой-то контент, связанный с дуэлями, с турнирами, PvP, PvE активности, в нашем дискорде люди только прибывают, но тем не менее, даже и нас пошатнул этот момент. К сожалению, будем держаться вместе, только так мы сможем хоть как-то маломальски продолжить играть вместе. Более того, онлайн не достиг 30 тысяч человек, как на прошлой неделе. К сожалению, это факт, нам нужно обновление. По традиции в Red Dead Online началась новая неделя скидок и бонусов. Двойные выплаты RDO и золотые слитки распространяются на следующий вид занятий. Избранная серия Rockstar противоборства, серия гонок, серия захватов, серия на выбывание, серия перестрелок. Короче, все противоборства на этой неделе имеют двойные выплаты. В каталог вернулись предметы одежды из ограниченной серии. Двойной патронтаж Carbow 18 золотых слитков, куртка Chara 148 долларов, куртка Porter 83 доллара, штаны Concho 5150 долларов и Poncho Prieto 6 золотых слитков. Если получится, на этой неделе мы сделаем модный приговор на какую-то из этих одежд, если они действительно будут выглядеть достойно. Мы учли ошибки всех предыдущих модных приговоров и по-новому перезапускаем серию. Скидки на лошадей для ролей. Нарфольский рысак самогонщика скидка, креольская скидка, это коллекционера, и бретонская охотника за головами тоже скидка. Более того, бретонская продается за 0 долларов, а было 150. Самая максимальная скидка это 665 долларов, а было 950 у всех лошадей на ролях. Скидка на обычные лошади. Фокстротер 665 долларов, а было 950. Ахалтыкинская 647 долларов 50 центов, а было 925. Чистокровная 91, Наката 91, Рысак 91, Мустанг 91, а были они по 130. Скидки на улучшения для лагеря. Тема для лагеря торговец, снаряжение котел, средняя грузовая повозка, ящик для оружия. Скидка на одежду, которая покупается у мадам Назар. Филигранная пряжка, 2 золотых слитка, а было 4. Перчатки Тепс Кот, 60 долларов, а было 100. Коллекция на этой неделе в РДО стоимостью 65 долларов. В коллекцию входит яйцо Гагары, Магония и яйцо Колпицы. По интерактивной карте можете непосредственно все это найти. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале. Полные обзоры на все, что есть в РДО. Профессии, оружие, крафт, новости, моды. Да все что угодно. Даже смешные озвучки. Все есть на канале Готика. Как я говорил уже на прошлой неделе, анонимный анонимно Реддити слил тему относительно того, что GTA 6 и крупное обновление для РДО анонсируют 25 марта. Позже он уже постал, как я уже выпустил ролик, отредактировал сообщение и написал, что выйдет 20. Самое что интересно, буквально через пару дней после его записи, Яндекс, наш Яндекс, начал форсить тему в разделе «Интересно» о том, что Rockstar через слухи собирается анонсировать GTA. Самое что интересно, завтра, 18 марта в 19.00 по Москве, на официальных блогах PlayStation появится подробный рассказ о возможностях нового поколения консоли. Разработчиком выступит Марк Черни, ведущий архитектор PlayStation 5. Видимо, Sony подготовила видеопрезентацию с Черни в главной роли, следить за ней предлагается в блоге американского подразделения PlayStation. Скорее всего, презентация появится и на страницах европейского и российского подразделений. Предполагается, что обе консоли будут выпущены в продажу в конце 2020 года. Но тут, к сожалению, есть такой момент, как коронавирус, все про него уже знают. И, к сожалению, возможно, презентация будет перенесена, ну не презентация, а уже сами продажи, в зависимости от того, как будет развиваться коронавирус. Однако E3 уже отменили, и вы должны были это знать. К сожалению, вот такая вот плачевная ситуация. И самое что интересное, на Reddit появилась тема. Тема содержит следующее сообщение. Прыжок между консолями следующего поколения поможет Red Dead Redemption 2, как это было для GTA 5. Когда GTA 5 сделал переход к следующему поколению, мы увидели меньше ошибок с большим количеством контента и явно лучшими характеристиками. Я искренне верю, что Rockstar не может достичь того, чего они хотят с помощью RDO прямо сейчас. Потому что они близки к максимальным возможностям, которые могут обрабатывать консоли в настоящее время. Отсюда идет вывод, что скорее всего нас ждет самое крутое обновление за всю историю Rockstar. Потому что GTA 5 уже продавать не будут на новых консолях, скорее всего. А Red Dead Online, Red Dead Redemption 2 на новых консолях будут продавать. Это было как с GTA 5, когда она вышла на PlayStation 3 и после чего начала продаваться еще и на PlayStation 4. И обновления PlayStation 3 закончились вот ровным счетом года 2-3 назад. А PlayStation 4 обновляется. Собственно, то же самое нас ждет с Red Dead Online. То есть, соответственно, когда выходит новая консоль, выйдет, соответственно, Red Dead Redemption 2 для этой консоли. У нас будет крупный скачок технологический в игре. Они, скорее всего, избавят нас от старых багов, фиксов и добавят охренительно новый контент, который еще не было. Потому что разработчики дали об этом интервью журналу Polygon. Что они сейчас находятся на стадии альфы над созданием новых механик, которые еще раньше не было ни в одной серии от игр Rockstar. Это означает, что когда выйдет новая консоль, нас будет ждать прям вот что-то прям бомбезное. Но до этого еще как минимум, в лучшем случае месяцев 8, в худшем случае еще год. Что делать вот в ближайшем обновлении? 20 марта нам должны анонсировать GTA 5, точнее, трейлер GTA 6 и возможность даты его выхода. Скорее всего, это будет года через полтора даты выхода, но должны показать нам обновление весеннее. Я лично планирую, что оно выйдет где-то в середине мая. Но на Фучане, человек с ником Trigger Maguire, который раньше нигде не был замечен, утверждает, что Red Dead Redemption 2, а именно обновление для онлайн компонентов, а именно роль, к сожалению, улучшенная роль коллекционера, выйдет в начале апреля. В первых 10 числах, то есть 1 по 10 апреля. Раньше он нигде не был замечен ни в каких сливах, свои слова ничем подкрепить не может, но он сказал, что нам вот когда анонсируют 20 числа это обновление, сами все скажут. И если нам, когда анонсируют 20 числа обновление, если его анонсируют, то, соответственно, мы можем понять, что там будет в этом Red Dead Online. Потому что человек делает огромную отсылку на то, что будет роль, к сожалению, фотографа. К сожалению, новых механик ждать не придется, но завезут, скорее всего, какие-то оружия, какие-то шмоточки, возможно, бандитский абонемент. Вот опишите, что вы думаете в комментариях. И, кстати, сотрудники Rockstar будут работать на дому из-за вспышки коронавируса. В связи с недавней вспышкой коронавируса Rockstar решили пойти на довольно логичный шаг, перевести сотрудников в своей студии на удаленную работу. Дабы снизить риск, связанный с вирусом, Rockstar осуществила политику работы на дому во всех своих международных офисах и студиях. На протяжении последней недели после тщательного исследования и консультации с нашими командами по всему миру, мы начали внедрять вариант удаленной работы на глобальной основе. Мы уверены, что наши команды смогут продолжить свою работу с минимальными перебоями. Наши онлайн игры продолжат работать в обычном режиме. Все команды поддержки останутся доступны для наших игроков. Здоровье и сохранность наших сотрудников и их семей остается наивысшим приоритетом для нас. Мы продолжим подстраивать наш рабочий процесс под изменения в текущей ситуации. Мы ценим ваше терпение и понимание и желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и в эти необычные времена. Спасибо вам, команда Rockstar. Скорее всего в таком режиме компания будет работать до тех пор, пока вспышка коронавируса не утихнет. Тут сразу же появился хейт в твиттере на тему того, что как же обновление и так далее, и так далее. На что разработчики написали, что не переживайте, работы идут и ничто не мешает им. Я имею в виду в плане этих работ. Вот такой момент. По модам все так же тухло, как и с прошлой недели. Новых модов нет, ничего такого интересненького не разрабатывается. Отдельных РП серверов также пока не предвидится. 5М и все пока еще идет в разработке. Ну на этом у нас все. С вами была Готика Сократ. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео. Это стимулирует на создание дополнительного контента.